привет всем сразу говорил про сегодняшнее видео там в конце несколько минут микрофон походу разрядился и нет звука даже так лучше кто его знает в общем вот такое дело кстати я вот теперь когда начал эти видео записывать я понял какие все таки хочет труд тяжелый этих блогеров которые там для множества людей все это делают надо за всем следить вот и даже понятия мелочные микрофон заедился вот как это узнаю ты говоришь 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 посмотришь нет ничего явно какой-то должен быть ну визуалайзер ну как сказать чтобы что ты видел что микрофон разрядился детка не там график какой-нибудь какой-нибудь мониторчики дополнительные вешать на разуме там все это так настроено все так отлажено еще и ниже множество камер множество микрофонов короче и все это денег стоит у них то качество видео хорош не то что мусор у меня он на телефон на простой записываю все одним кадром ну как одним кадром без клейки без ничего без монтажа вот и я так понимаю что они на не очень большой труд проделываются всем этим короче ладно не туда зашел дальше о посылках джойстик сегодня будет посылки я его вернул потому что он там увидите что с ним такое он стоил 11 долларов в конечном итоге увидел и кнопка вправо не работала короче точнее его не вернул я ему написал он сказал мне давайте просто деньги дам и все извини что так получилось нормальный продавец я говорит не проверял его честно в общем потом королева я не стал возвращать потому что 7 долларов все вместе обошлось включая доставку я посмотрел ему 15 7 доставка посмотрел по инвойсу ну по сумме которую заплатил ровно 7 дольше разговаривать честно за такой картридж нормально это даже хорошо даже 10 нормально за него так в общем дальше что еще какие еще были проблемы сегодняшний это вроде бы а видеокарта x800 че и зачем ну ладно ничего страшного сказал вам что будет там вернул назад потому что мне только проблемы с вентилятором а то она в целом не работала но обычно знаете как я замечаю что если вентилятором что-то не так если ум и он скорее уже перегрета потому что ну вентилятор остановился видеокарта греется тут же знаете они же не разбираются они выключили включили снова она когда охладился на 5 начала работать потом опять перегрели и так несколько раз и все кстати давайте затронем сегодня эту тему видеокарт просто я вот думал какую из тем затронуть сегодня относительно там комментарии вопросов личку и так далее больше всего люди не понимают зачем мне эти видеокарты нужны вот честно вот это самый главный вопрос нафига они тебе нужны ответ короче давайте немножко по другому пойдем мне говорят что тебе да у нас этих видеокарт море вообще горы они никому не нужны у вас нет таких видеокарт а если они есть то их явно не горы и 1 2 где-нибудь там это лежат и все потому что именно такие которые я покупаю ведь они high-end видеокарты то есть x800 она всегда была очень дорогой которого сегодня она вот посмотрите это x800 это 256 битная видеокарта на gp пор практически все видеокарты покупают 206 бит ну за исключением этой hd серии эти ай все на 256 бит шине памяти они дорогие я не знаю почему вы думаете что они дешевые для чего они нужны во первых я провел небольшой такой опрос среди всех людей кого я знаю первое собирают ретро-система нужна 256 битная видеокарта на 256 бит шине памяти обязательно почему ну понятное дело что все быстрее все плавно движется в играх и еще очень очень важно что покупают со всего мира здесь сша потому что всем мире очень сложно найти вот такие high-end видеокарты они вообще как бы основной рынок был то сша во многих таких high-end вещах рынок сша ну там есть конечно азия япония там и так далее но я замечаю что покупают из африки из азии из европы сша видеокарту вам надо найти вот вам надо сейчас собрать допустим какой-нибудь старый компьютер на парте gp на видеокарте gp который там хороший хороший такой компьютер не знаю причины я не знаю людей зачем это нужно но люди очень часто это делают и где не искать видеокарту они откроют конечно объявления свои частные но вряд ли там найдут что достойное откроют ebay а вот там уже много всего есть и среди этого многого есть и я с моими видеокартами поэтому у меня их и покупают поэтому я их покупаю проверяю убежаю что какие проблемы если какие-то проблемы например шумный вентилятор я указываю это всегда и продаю и мне верят у меня очень много покупателей которые возвращаются назад они даже когда именно и продаешь что-то вот видеокарты продаются через ebay в основном это такая их площадка я у меня прям написано что этого repeat customer ну то есть customer который уже человек который уже покупал у меня когда-то ну когда-то это у них по моему год там а может даже меньше года нет нет два года два года у них стоит по моему то есть в течение двух лет уже покупал таких очень много у меня те кто видеокарту покупать на что они раскупили убедились что все хорошо давай-ка еще вторую купим на всякий случай пусть лежит потому что от него нормально все приходит почему опять же у меня берут потому что когда вы покупаете простых людей у них нет возможности проверить например вы из другой страны вы покупаете простого человека туда приходит нерабочий да скорее всего он вернут деньги да там а но кстати не все так просто потому что ибо и говорит отправляйте назад продавец пытается отправить лейбл там какие-то лейбл обратной отправки там какие-то может быть терки возникают ну в общем трата времени постоянно какие-то проблемы ну зачем а когда вот у меня вот видят много видеокарт разных ну явно же человек занимается этим он значит это он упакует хорошо он и отправит как надо вовремя и все ну я стараюсь только ничего не возвращалась в любом случае и вот эти люди которые ретро системы где собирают они покупают у меня видеокарты пусть даже чуть подороже там на 20 30 долларов дороже но зато они знают что на купят и придет и рабочий потому что я покупаю она очень большой процент вплоть до 50 процентов еще стало что просто не работает то есть представьте 2 2 видеокарты вы купили 1 приходит рабочая 1 не рабочая это кстати было в прошлом видео 7 800 1 рабочая до не рабочий сегодня их 700 не рабочая 3 кстати hd 2 400 рабочие купила за 17 долларов всего лишь продал несколько дней назад за 35 дешево я знаю но потому что вы видели там и лейбл порванный и вентилятор шумный они вернули посмотрим я ее протестировал хорошо все на 3d играх до и на 3d графики 3d марком прогнал все хорошо работает она даже унизу и что прогонять статаде 15 долларов чтобы 3d марк запускать чё там прогонять это так я купил чисто ну чтобы для разнообразия потому что хотела что-то пониже цена цена чтобы было 35 долларов ну чтобы привлечь к магазину больше людей бывает такое надо делать иногда даже такие вещи они у тебя их покупают и паровозом чуть еще берут это тоже очень часто бывает поэтому я так иногда делаю короче ладно это первая причина почему видеокарты популярны вторая причина то с чем я работал раньше это небольшой процент но он есть давайте я вам объясню немножко нож с такими терминами может я посмотрел по сам пожилые смотрят канал ну как пожилые старше 35 лет в общем как я мне то уже гораздо старше ну ладно это неважно в общем смотрите раньше были такие материнские платы 845 чипсет имплловский в начале нулевых по-моему сокет 775 они были сокет 370 по моему так они потом вышел 865 чипсет он тоже там видеокарты кстати были айджи пинутам были писями обвалы даже в некоторых платах и gp и пися были такие платы ой пися экспресс пися экспресс и и и gp были и на 865 были отдельные чипсетом такой переходной кстати он глючный был очень часто юсбе отваливались если кто связывался с этим я помню очень многих плат из битва ли синтол молчала данный сейчас молчит она считает не от нее было никаких проблем получил блин у всего мира по юсбе отваливаются дни они чипсет хороший они фикс выпустили люди уже даже исследовали его действительно нашли этот косяк не это все было нормально мы никого фикса не выпускали она сама починилась короче ладно это другое другое дело в общем и вот и мы собирали когда-то я работал компании в одной для 10 назад и мы собирали машин развлекательный то есть можно было скажем компьютер такой представьте только вместо кейса такой такая штука которая враг вставляется ну в этот в стойку специальную там например в ресторанах в барах ты можешь там и это как к этой плате она есть экран и давайте неправильно выразился немножко и вот там компьютер внутри есть на материнская плата видеокарта вот это кстати которые я и продаю одна из них скажем так процессор азу вот этот как бы набор стоит и блок питания но там еще есть специальный слот там не было все экспресс на специальный слот вставлена специальная карта которая подключена к экранчику впереди то есть корпус не родной компьютерный просто такой сам самодельный как разрабатываем инженерами конечно но определенная компания заказала его перед экранчик то есть выбора и кнопочки с выбором песни чтобы можно было раз 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 там напрямую кнопку не щелкаешь у тебя появляется фрадин и номер песни какой нибудь скажем и название песни появляется на этом экранчике раз нажимал play на играет скажем ну чтобы чтобы как бы можно было коробки скажем проигрывать или просто песни проигрывать просто чтобы они шли я надо за одной там книжок старте альбом из трута как с песнями ты мог вот мы продавали также и альбомы с ними то есть такое как книжка большая ты ее открываешь и там на номера песни просто указываешь номер будешь нажимать play на играет вот вот так вот вот такая к машина потом сзади у нее бил акцептор то есть приемник купюр все это куда ты писяй на видеокарте подключена которая вставляется внутри этого компьютера то есть приемщик как принимающий купюры экран всякие аудио-видео выхода и так далее на этой плате множество таких вот подключений для шлейфов и она все работает он стабильно работает сейчас работает она приносит деньги вот скажем у вас такое такая есть такая машина которая проигрывает песен вашем ресторане человек то есть подходит на выбранную песню выбрал выдачей взял ту книжку выбрал номер песни закинула доллар или пять нажал play она играет на него ну как бы называется чуть бокс наверное по мировому ну то есть просто проигрывать песни скажем чтобы вы могли свою песню воткнуть какой захотите из того списка который вам предложил заплатив за это нам доллар закинув либо карточку проведя вот и она работает скажем так так же караоке с ним работают также множество других развлекательных систем работает и не только развлекательных по крайней мере я встречал это так можете не верить это ваше дело я просто рассказываю в общем и короче и вот такая система работает уже 10 до 15 лет там кстати вентиляторы в ней есть она приносит деньги хорошо тут раз накрывается видеокарта что вы будете делать ну хорошо звоните производителю точнее нет обычно не звонят производителю обычно таких компаниях свой технишин который такой человек который все ремонтирует все это настраивает он человек звонит ему давай поставь меня ты не ему не можете дня без него сидеть потому что один день без нее у вас и у вашего ресторана потери будут большие музыки нету ну ну представьте ну как без нее у вас конечно есть сменная пора то есть вы говорили звоните этим технику говорите можете поставить мне сменный аппарат он говорит да конечно я сейчас приеду поставлю сменный аппарат вы сегодня будете работать а тот мы либо отправим назад производителю чтобы он починил либо сами посмотрим в чем проблема хорошо поставили сменный аппарат пока надо кстати быстрее тот починить потому что без сменного аппарата это очень рискованно опять же это можно если второй смены сломается это будут большие проблемы следовательно техник открывает его смотрит сгорела видеокарта что делать ресторан владелец говорит давайте наверно закажем ну смысл чё чинить правильно позвонил туда будет 3500 долларов новый аппарат да он чуть-чуть лучше быстрее то же самые функции ну зато новый гарантия там два года вам будет круто же вам там же кстати будет написать экспресс видеокартах там уже как бы это новое но этот человек думает блин за 3500 в принципе можно купить почему нет но не два покупать старые останется как бы сменный на старое в этом они что вместимы как бы без проблем ему скажу да 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 совместимых усилить совместимы чтобы ну зачем бизнес палки в колеса ставить не надо в общем вот и говорит хорошо при заказала а со старым что делать технично говорит давайте продадим там за 1500 видеокарту конечно купим где-нибудь где-нибудь и за 1500 продадим вот так и делать покупают продают и кто-то другой продолжает пользоваться хорошо такой же вариант а по это потом говорит владелец слушая еще раз такая проблема эта видеокарта не часто ломаются говорит да материнские платы и видеокарты две наиболее часто поломки там но видеокарты чаще потому что они греются там все дела война на еще парочку купим у этого человека чтобы он же хороший отправил да да давайте без проблем в принципе же не первый заказываю пойдем мне еще две покупают сразу вот пример вам типичный куда видеокарты уходят в таких количествах зачем они мне вообще нужны я просто занял такую небольшую нишу которая денег почти не приносит но она интересная и все равно помогаешь людям полезно приносит плана деньги но не сказать что будет так чтобы там крупные игроки на нее заходили вот и разус не станет выпускать эти пишет и видеокарты для вот этих бизнесов конечно же потому что ну смысл какой это не бизнесу не поможет это не такие вот капля в море вот пришла и пришли там день 1 2 видеокарта вот накидывать можно там как вы понимаете прилично потому что я не так не делаю конечно я накидываю определенную сумму она по себе нарастет зависит от того сколько брака ко мне приходит чтобы я свое время покрывал понимаете то есть будет у меня процент 70 бракованных видеокарт я высшему поставлю чтобы по время это покрыть все найти на все эти трата времени дурацкого вот и они все равно купят у меня ну потому что ноги не еще купят пусть они ждут хорошо другого купят купят другого придет она не рабочая не с этим будут мучиться они опять ждать отправлять это оборудование будет раз распакована ну зачем когда вот есть человек пусть же у меня на 100 долларов дороже она все равно стоит того чтобы у меня заказать понимаете вот я вам конкретный пример пока рассказал почему видеокарты продаются потому что это часто ломающаяся штука в таких вот машинах которые приносят деньги которые должны работать ежедневно вот это вот два примера вам всего в общем с ретро системы и бизнес ну а может еще какие-то варианты есть начнем с коммерцией картридж на sego line king оригинал купил я его за 15 долларов это недешево и недорого почему купил покажу потому что у него состояние было на фотографиях очень хорошая опять же отправлен был не упакованника ну да видите засветлено этого конечно никто не описал так что у нас здесь помню здесь был полный комплект или нет а это другой секунду я забыл просто по моему я купил их 2 сэмблтон мехико видженцы дайте откроем его посмотрим внутри я купил 21 полный день не полный вот не полный был вообще дешево что около 10 долларов по моему хотя не уверен опять же надо уточнить забыл микрофон включить час секунду микрофон включу вот так лучше заодно посмотрел сейчас со сколько я купил этот картридж купил я его за 15 долларов скорее всего возврат будет потому что дайте посмотрим кстати платку смотрите какая мехико эти мексиканский но в то же время платка такая большая вообще от него лайтон интересно ну скорее всего от него вряд ли кто-то стал менять вот так вот но вот из-за вот этой штуки кстати нет мануала внутри я тоже посмотрел по листингу до его купил запятаться потому что постер есть регистрационная карта это бумажка такие комплектациях вообще сложно что-то сейчас находить как не сложно конечно же но цены кусаются видите какой козы засветление напишу возврат если он скинет долларов 5 я куплю хотя ну уж скидывать что там по моему 77 item 7 шипинг был то есть почти полную стоимость посмотрим не согласится верну не проблема и упакую кстати получше а не так как он коробку и положу назад так ну и давайте еще один конверт надеюсь это не второй король лев который заказал нет та игра которую я купил кстати недорого не смотрите на 1299 я купил за я ее купил за по моему 30 30 долларов или 35 даже долларов может даже за 40 ну короче от 30 до 40 долларов это видимо он ее где-то купил либо она у него долго лежала вот он полный комплект я заметил что состояние хорошая хоть и вот эта замятость но в целом в хорошем состоянии мануал был давайте посмотрим убедимся сразу да довольно неплохом замятость убрать можно тут что-то повреждение такое небольшое но это мелочь и картридж сам хорошем состоянии а вот видите так что и они так они обычно такие игры по 50 долларов поэтому даже если за 40 купил там за 50 минус физ и так далее минус наценкой получается наценка всякие интернет-площадки я буду продавать в итоге долларов 5 выйдет это в худшем случае и они быстро продаются я так думаю наверно дни месяц недели максимум месяц там два не уходит обычно так такая коробка давайте смотреть что внутри джойстик пила его за 20 долларов больше ничего нету купил я его за 20 долларов потому что посчитал что недорого или 15 долларов 15 20 посмотреть точно потому что у него состояние он говорит новое абсолютно давайте проверим правду ли он мне сказал у меня кстати батарейку хотел посмотреть они уже кислились проблемка хорошо я посмотрю разберусь как состояние у него да он не ну хотя да нет тут он я по портам обычно смотрю него новый но батарейки окислились наверно из тех времен давайте посмотрим если на батарейки год вот будет интересно хотя это не значит что на нем не играли но по крайней мере мы узнаем с какого числа батарейки здесь короче не нашел я год она скорее всего под этой штукой белой кислотки как много треки с линием ну в общем вот такая проблема я попробую конечно посмотрю так почищу если он не знал я просто что такие батарейки я видел 6 батарейка сзади ну думал обычный человек видимо не открыл а там уже решу короче посмотрю по-быстрому почищают уже как бы потери потому что ну зачем что-то покупать чтобы чистить еще и за пяти там долларов смысла нету но ничего страшного если все работает посмотрю может оставлю а если не работает то верну назад так обычно такой обычный мне процесс человек человек сам продает что-то и если человек про что-то не зная работает она или нет то это его проблемы я уже устал с этим бороться что все что-то продают хотят денег а она указывается не рабочим не я больше не хочу в это ввязываться все возврат 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 если не отвечает на мои сообщения просто возврат через интернет площадку это самый лучший способ секунду ножницы принесу так как бы его открыть то я не знаю внутри хрупкая ну смысле мнется что-то или нет не хочу понять если что-то мнется так так давайте вот так наверно так коробочка точнее конверт конечно бумажная почему они думают что они хорошо так упаковали еще и такая игра комик зон давайте смотреть цена кстати не дешевая была под 40 наверно насколько я помню упаковали ее вот так вот так что тут внутри картридж болтается интересно порвалась вот этой стороны картонка или нет сейчас посмотрим аккуратно его так надо раз поддеть мануал видите да вот тут немножечко но так и было да нет в принципе будем считать что не порвалась только вот тут замята надо посмотреть было ли так в листинге или нет или это из-за отправки внутри конечно диска нету кстати какой-то скотч она вон порвана да это он не показал но я посмотрю потом так мануал в хорошем состоянии кстати довольно таки что тут такое вот мануал в хорошем состоянии коробка так себе ну внешне хорошем состоянии внутренне так себе ну и картридж в хорошем состоянии кстати разберем а смысл его разбирать они все одинаковые на одну микросхемы по моему так у них у всех давайте посмотрим на всякий случай ну да они все такие вот хорошо сейчас я уберу его конверт еще взял давайте открыть не по плану просто пока за ножницами ходил сейчас тут инвойс судя по всему так это игра seat of wallace в плохом состоянии сейчас я вам покажу цены нет но по моему не дешево тоже долларов под 40 потому что seat of wallace не так то просто найти хотя не он в хорошем состоянии смотрите с виду сейчас посмотрим кто пойдет отлично эти картриджи ценятся сейчас валис хотя мне казалось вот что вышли они на limited run game что они нафиг никому не нужны будут ценятся и кстати я уже наверно вам говорил что zero камикадзе ушел очень быстро не вернули пока еще просто ушел не дешево хотя он в limited run games что то последние вот эти вот серии валис и zero камикадзе по моему limited run games им еще довольно рекламу дают и люди начинают их покупать собирать старое я немного ошибался в этом плане вот так вот давайте смотреть хотя не знаю ладно вот так вот его упаковали она не работает кстати эта игра человек не сразу сказал что она не рабочая и отдал он мне ее за 15 долларов dragon's revenge если хотите состояние хорошее кстати помню даже мануал есть да за 15 долларов вот это все по-моему оно того стоит давайте кстати посмотрим картридж может увидеть механическое повреждение сразу же вдруг там очевидно коррозия например как часто у них бывает или там перебита дорожка ну вот смотрите да вроде ничего нету тоже все хорошо скорее всего внутри там же полно всякой ерунды внутри кстати видел видео где можно замкнуть два этих просто резистор поставить на них и все работает я конечно так не буду делать и продавать потом говорят если я так даже сделаю я не буду говорить что этого не делал я вот сразу напишу что он после ремонта но в целом надо попробовать у меня этих картриджи очень много становится нерабочих они приходят и приходят как много не сотнями конечно но уже штук 20 есть а некоторые из них которые очень дорогие кстати по цене там по 50 долларов за картридж по моему даже рок-н-ролл рейсинг есть есть сокет игра нерабочая было бы классно их восстановить трайси странно ох в каком состоянии в хорошем 50 долларов перехвалил состояние косяк какой-то есть хорошая игра кстати не знаю покупают ее не так часто игра и хорошая на крайней мере у меня вот есть такие игры которые почему-то у меня спросом не пользуются например эрнст эванс трайси а вот это вот что еще да не могу примеры сейчас привести охотники за привидениями покупают тоже у меня их много но их покупают годс вот еще одна тоже что-то редко продается у меня их уже несколько копий стритцев рейдж 2 45 долларов а нет это не 45 это 30 это за 30 купил что продать за 40 в таком состоянии не not for sale not for sale они дешевле когда тут написано not for sale у этой не написано они столько есть столько стоят примерно 40 45 долларов так хорошо поставить так коробочка упала так здесь у нас что-то лежит вот такая упаковка новогодняя видимо бумага осталась от рождества ну рождественская в смысле упаковка и внутри как вы уже видите бугермен купил я его у него кстати повреждения из бумаги он так и написал видите вот здесь вот посмотрите даже на просвет на это не на просвет на как как играет бумага вот вот такое у нее повреждение ну и цена по моему долларов 35-40 картриджи и мануал кстати в хорошем состоянии поэтому купил видео как внутри выглядит смотрите в каком состоянии мануала поэтому я сразу же его забрал согласен что они по 50 в хорошем состоянии продаются но тут с таким мануалом я думаю люди купят чтобы у себя заменить мануал и картридж не факт что вообще использовали кстати давайте посмотрим смотрите да и у него вообще не использовали были нет на вот этих углах так что вот люди просто заменят у себя картридж и мануал в своей коробке а коробку продадут либо что-нибудь с ней сделают потому что есть такие игры где мануалы очень сложно найти в хорошем состоянии а буггермен она кстати не дешевая игра действительно кстати такая игра и так продавалась хорошо так это у нас видеокарта не помню почем купил да и не важно какая разница они все равно почти не продаются цены на разброс цен на них огромный купил потому что так получилось не случайно купила у меня может купили я просто увидел понравилось ну и плохое состояние конечно же вентилятор крутится грязная ну как плохое не в таком хорошем как я люблю покупать я стараюсь искать их в хорошем состоянии потому что они давно они их покупают не так часто и держать плохое она может заваляться у тебя на очень очень длительный срок вот этот конверт откроем хотя нет давайте я знаю что в этом конверте сейчас подождите да я понял что в этом конверте я просто не хочу сейчас его открывать хочу в конце видео открыть его просто по традиции фомиклоны будут в конце видео здесь набор фомиклонов кто-то мне продал их они никому в принципе не нужны дешево забрал их как решишь просто так не продашь не выложишь объявления продам фомиклон вот хотя почему не выложишь выложишь но просто кому он нужен в америке как-то против настроены против пиратства категорически против люди простые им просто не понять что было в 90-х годах в бедных странах что одна такая игра стоила больше чем зарплата у человека ну вот гора фомиклонов давайте пока отложу их потом их посмотрим в конце видео так вот такой вот конвертик внутри сейчас посмотрю вау внутри Арнольд Шварценеггер что за игра на Сегу самая-самая плохая скажем так самая дешевая Т2 Аркейдгейм я не знаю кстати состояние классное да кстати я поэтому купил я сейчас стараюсь игры искать в хорошем состоянии пусть они чуть-чуть подороже но в таком состоянии смотрите какой мануал стараюсь забирать потому что ну они стоят того люди очень сейчас ценят это все я сейчас также смотрю на всякие игровые постеры старые времена потому что люди как вот представьте игровые флайеры всякое вот такое вот они же выбрасывались кстати у меня по моему вообще нет а может и есть такая игра но я ни разу не скрывал ее по моему давайте посмотрим что внутри очень много же было разных постеров флайеров игровых там на выставках и так далее и люди как их выбрасывали сразу же не сохраняли либо постер вешивали со временем убирали его их сейчас вообще не осталось есть состояние какое макси свитч интересно и поэтому таких вещей практически не осталось и на них цены высокие если такое попадается надо конечно покупать потому что эта бумага она легко отправку переносит ну как легко переносит она легкая сама по себе и в цене она она сейчас ценится очень многое ценится с тех времен потому что мало чего осталось так вот такая коробочка еще одна видеокарта что за видеокарта а это x800 да x800 купил потому что они не часто и у меня уже ни одной нету решил просто случайно их попалось здесь долларов 50 стоило купил потому что ну объяснил я уже потому что они да вроде повреждения нету с виду хорошее да все скорее всего возврат будет у меня такого вентилятора точно нету слышите так вот за 50 долларов она того не стоит напишу человеку объясню ситуацию скорее всего у вас верну ее назад конечно еще проверю конвертик с ebay пришел хотя может и с ebay люди используют этот скотч ну просто как правило с ebay в большинстве случаев просто ибо этот скотч раздает кстати не синький такой мне он раздает белый но это бесплатно если у вас магазин на ebay там можно коробочек скотча набрать ebay бесплатно это раздает там каждые 3 месяца на 50 долларов примерно по стоимости вот второй этот рулев вот видите вот он не засвечен спасибо ничего нет не заклеил повреждения никакого вроде нет это я видел посмотреть зачем оттирать у меня есть этот бугон он обычно такие вещи оттирает тут повреждения кое-какие полный комплект по моему с постером да видите какой кстати давайте эту платку посмотрим помните там какая была ну да здесь она тоже тяжелая я чувствую такая же скорее всего ну хочется посмотреть на всех случаях убедиться что точно такая же как в том тут тоже было написано assembled in Mexico просто непривычно с Мексики видеть такие большие эти да фиг с тобой да тут тоже большая вот она такая же light on тоже в общем идентичная сейчас я уберу так вот этот конвертик ау ну как он отправил с Канады канадская инструкция в плохом состоянии да Соник купил я потому что у меня корпус есть за 15 долларов все обошлось и у меня корпус есть там можно ведь все это собрать и продать тоже канадский корпус под это дело это канадская версия Соника она работает на Genesis и на US так что у нас здесь картридж на Сегу как вы уже догадались некоторые догадались какой я пока нет а ну конечно что тут не догадывается видно же вон главного героя кстати я когда проверял их одно время вот эти вот игры вот именно вот эту игру и вторую часть мне она если честно очень понравилась такая динамика у него интересная очень в игре ну у меня не было времени поиграть и вот хочется поиграть пойти в ней пройти ее не знаю мне так этот мир понравился вот во второй части про Марс очень понравился там так как какие-то стены марсиане так все сделано круто и вот я меня вот прям когда сидел тестировал прям целый первый уровень полностью прошел так она затянула а вот эту часть я не играл ну как тестировал конечно зубучие пески я помню в начале в которой я провалился купил ее потому что по моему 10 долларов включая регистрационную карту мануал в хорошем цене картриджа в идеальном состоянии оно того стоит за 20 долларов повисит несколько месяцев два-три продаст рано или поздно в таком состоянии вот такая коробочка Hulk первый мой Hulk так сейчас я беру винвойс первый мой Hulk вообще в жизни у меня никогда не было этой игры на SEGU я делал биды на Sealed Hulk проиграл чуть-чуть по-моему он продался в так себе состоянии за 120 долларов силы запечатанный а этот а этот а этот в таком состоянии он был в хорошем состоянии complete in box цена по-моему 25 долларов если я не ошибаюсь что такое сейчас секундочку что-то буду по чуть-чуть его открывать что ли боюсь повредить во такой халк состояние вот это я помню была hanktab ну да в хорошем состоянии только тут уголок немножко но я увидел мануал смотрите опять же в каком состоянии вот и картридж давайте пыль посмотрим на задней стороне в этих углах ну как почти нету немножко отклеивается вверх состояние хорошее вот это давно лежит у меня надо надо конечно уже проверить что здесь я помню этот такой конверт необычный а что здесь я не помню надо как можно быстрее проверить пока срок не прошел для возврата в смысле вдруг что нужно возвращать так здесь у нас так картридж sonic 2 в плохом состоянии по моему не из-за него конечно же купил кстати о чем в таком этом какой-то странный sonic давайте посмотрим да сам картридж над форисел чувствую что репринт да нет так а что с лейблом то точнее с лейблом с инсертом или как его называют этой бумажкой а вон оно что видите она замялась тут просто напросто ну все это есть правда вот такое дело картридж второй картридж ради которого все это и было куплено тот картридж я не оцениваю ни во сколько ну хорошо в три доллара может я его оценил там ну он даже трех не стоит потому что они очень плохо продаются прям вообще у меня по моему один картридж за полгода продался и все это не дело конечно же да я понимаю вы скажете так у тебя цены какие ну а дешевле смысл продавать вообще время не покрывает тогда а вот ради этого я купил то есть это тоже перевернут я тоже помню это надо вернуть назад игра такая вот по моему долларов 35 это все стоило вот это в таком виде наверное долларов 50 стоит поэтому я кстати и купил эти два картриджа лотом что здесь а здесь игровая приставка по моему около 20 долларов чуть дешевле это такая вот простенькая сам новодельная там по моему игр 500 внутри ну реально хороших там 8 они популярны здесь вот эти вот приставочки не знаю кто их выпускал как такая приставка она внутри так одна капля шлейф идет что то здесь ну вообще плохого качества все с виду так довольно неплохое ну я открывал ее там ужас внутри короче говоря два джойстика к ней идут я думаю это везде во всех странах такая приставка есть купила за состояние видите какое 20 долларов по моему они дороже стоят гораздо дороже вот вот джойстик не знаю насколько их хватит и провода все кабель питания нету этого только в розетку которая вставляется ну и вот этот вот аудио-видео вывод кстати надо посмотреть откуда эти приставки потому что на ней вообще ни производителя видите ничего нету ну их же кто-то выпускает какая-то китайская это посмотреть сколько они из китая по чем приходят я так думаю что они у нас продавались долларов по 30 ну так и стоят сейчас в общем то так ну давайте теперь фами клоны откроем сразу же больше коробочек нету так это не фами клон это оригинал тут в перемешку игры открыть не могу а вот это фами клон галага такая вот игра давайте покажу сразу же вот 20 картриджей это уже оригинал gf-13 как я их не люблю сколько же их у меня их наверное штук 30 20 кому они нужны зачем нужны в этом году я не могу мне нужны у меня это это как а и это это Продолжение следует... 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 Продолжение следует...